Оборона правов и интересов работников. Правсоюзному руху Беларуси сё лет исполняется 115 годов. Об достижениях и метах областного комитета Правсоюза работников Аховы Здоровья сё не разважали подчас суместного посяджения Молодёжного совета и Совета ветеранов этого объединения. Сустреча, промеркованная ясчей до 1 мая, началась звеншование ветеранов и уручение кветок. После провели невеликий экскурс в историю заявления Галиновой профсоюзной организации. Узгадывали об тем, як тяжко приходилася на самом початку гэтага шляху. И вот зараз членами профсоюза работников Аховы Здоровья в нашем регионе з'являются маль 50 тысяч человек. Гэта 98% от усіх супрацовников медицинских установ. Постоянно умоцовывается контакт с керовництвом города и в области Галонным управлением Аховы Здоровья. Усе слушные идеи улады подтримливают. Гэта штычится и плённого взаимодействия с депутатским корпусом. И, увы, не кухоловное, как кожный работник отчувал себе обороненным. Это ведь не просто оказание материальной помощи. Это не просто какие-то концерты, встречи с людьми. Хотя это я тоже считаю важным и существенным. Потому что не работая единый жив человек. Нужно помнить нам, профсоюзам, и о работе, и о том, что человеку нужно ещё что-то. Но касаемо каких-то производственных вопросов, ведь у нас работают в обкоме профсоюза работники, юристы, экономисты, социологи. И они все вносят свою лепту. Мы должны искать то взаимопонимание, которое бы не привело к развитию какой-то конфликтной ситуации. Продолжение следует...